Борис Саулыч, в каком деле Вы являетесь настоящим профессионалом? Как Вы считаете? Ну, из того, чем я сейчас занимаюсь, ни в каком. Вообще. И очень-очень тщательно стараюсь поддерживать себя в состоянии такого, знаете, благодатного дилетантства. Серьезно? На полном серьезе. Сознательно. Я помню, как в среде некоторых известных протестантских учителей-проповедников во второй половине 90-х годов пошло такое движение, что мы все должны быть профессионалы, проповедники-профессионалы, учителя-постоя профессионалы и так далее. Я считаю, что это неправильный подход. Почему? Если я профессионал-служитель, кроме областей, где необходимо действительно техническая квалифицированная подготовка, какая-то подготовка, связанная с тренировкой навыков, накоплением совершенно необходимого объема профессиональных знаний и так далее. И так далее. За исключением вот таких сфер. Если мы служим Богу в молитве, проповеди, учении и так далее. В меньшей степени в учении, но даже в учении. Очень, очень важно все время зависеть от того, кому мы в первую очередь слушаем. Ежели я знаю, что я в этой области профессионал, то есть в любом случае, в любом случае, у меня такой набор профессиональных навыков, умений, подготовки, опыта, знаний, отточенных способностей, что я не пропаду никогда, то Бог уходит на второй план. В прямом служении Богу, я уже в Боге не нуждаюсь остро. Вы знаете, тоже очень хороший пример из еврейской истории. Вы знаете, вот то, как описывается последняя Великая Иудейская война, восстание Баркобы во II веке, 132-135 годы, это было в какой-то мере даже более кровавое восстание, чем Первая Иудейская война. И катастрофа была, за исключением разрушения храма, даже более страшной. Но в начале все выглядело по-другому, потому что в той войне Иудея была единой, народ был единым, кроме мессианских евреев. Вот. Все почти что представители постфарисейского, уже роминистического иудаизма поддерживали Бархобу, провозглашили его, собственно, Бар-Кохбай вместо Бар-Казибы. И получалось так, что у Бар-Кохбы, его сподвижников, были большие шансы победить. Но они не только не победили, ну, понятно. Так вот, там есть одно предание, которое описано в Талмуде, что перед выходом на битву Бар-Кохба и его воины, они ощущали себя такими профессионалами, они ощущали себя такими крутыми, такими подготовленными, такими сильными, что они молились своему Богу, ради которого вроде бы они вышли на войну, и считали эту войну священным служением Богу Израиля. Но из-за своего профессионализма они молились так. Адонай, мы не просим, чтобы ты помогал нам. Главное, не помогай нашим врагам. Когда мы знаем, какие мы крепкие, когда мы знаем, какие мы умелые, когда мы знаем, какие мы суперспособные и талантливые, когда мы осознаем наше мощное профессиональное качество, ну, нам очень трудно поставить себя в положение нищих духом, нищих любыми положительными качествами и совершенно зависимых от того единого Бога, который, собственно, единый, да и всемогущий, единый по-настоящему любящий, единый, способный, как в Библии не раз написано, написано, дать слабым победу над сильными, дать ничтожным победу над великими и так далее. То есть вы хотите сказать, что чересчур уверенный в себе человек? Профессионал? Поэтому я, поле того, я стараюсь перед каждым служением напоминать себе о том, что весь мой опыт, вся моя подготовка, какие-то знания, те дары, которые дал мне Бог, все равно все это в руке Божьей. Он мне это доверил ради того, чтобы я все это подчинил Ему. И я продолжаю на 100% зависеть от Него. И я всего лишь по милости Его, дилетант в Его служении. И в частности, что это значит дилетант? Начинающий. Я каждый раз, как бы, стараюсь заново начинать то, что, может быть, я много раз делал, но каждый раз видеть Бога перед собой, как будто бы до этого, до этого я ничего особенного и не смог. И когда мне удается себе так настроить, тогда это получается лучшее, что я могу. Когда я машинально все равно упираюсь на себя, я, безусловно, чего-то достичь могу, но это гораздо меньше, и внутреннее наполнение не то. Ну, это мой опыт, мое понимание, и мой выстраданный, если так можно выразить, за подход. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok